Друзья, всем привет! Этот урок по Unreal Engine 5.1 начинается с изучения темы материалы, в котором я объясню, как просто можно создавать правильные материалы в Unreal Engine 5.1. В данном уроке я расскажу основы для новичков, чтобы каждый из вас после этого видео смог самостоятельно создавать материалы в Unreal Engine. Перед началом, хочу попросить вас подписаться на канал и проявить на нем активность. Спасибо! Итак, что же такое материалы в Unreal Engine 5? Материалы в Unreal Engine определяют свойства поверхности объектов в конкретной сцене. В самом широком смысле вы можете думать о материале как окраске, которая наносится на модели для управления ее внешним видом. Говоря более технически, материалы сообщают движку рендеринга, как именно поверхность должна взаимодействовать со светом в вашей сцене. Материалы определяют каждый аспект поверхности, включая цвет, отражательную способность, бугристость, прозрачность и т.д. Эти вычисления выполняются с использованием данных, которые вводятся в материал из различных изображений, текстур и выражений материала на основе нот, а также из различных настроек свойств, присущих самому материалу в вашей сцене. Например, у меня есть вот эта простая стена. В свойствах этого меша ты можешь увидеть у меня один материал. Бывает, когда модель имеет несколько наложенных на нее материалов, как на этом стуле. Если мы перейдем к свойствам, то увидим там один материал. В нем используется более простой способ наложения за счет одной большой текстуры стула, а на данной лестнице используется другой способ наложения материалов. В свойствах ты можешь увидеть два материала, которые наложены на разные части модели. Материалы в Unreal Engine могут быть одинаковыми в основе, но ты можешь менять их свойства. Например, как на этой модели. Я использую один и тот же материал, но могу менять цвет на одной из моделей, но в то же время на других моделях этот материал остается без изменений. Давай попробуем внести изменения в один из таких материалов. Я могу поменять шероховатость материала, его цвет. О том, как это работает, я расскажу в следующих уроках. Что ж, а теперь я предлагаю тебе создать вместе со мной свой первый материал. Первое, что тебе нужно, открыть вкладку Content Browser, она вызывается несколькими способами. Комбинацией клавиш, Ctrl-пробел или открытием окна через меню. Для этого нужно зайти во вкладку меню Window и в пункте Content Browser выбрать одно из окон. Отлично! У тебя открылась вкладка со всем содержимым контентом в твоем проекте. Теперь нажми правую клавишу мыши и в меню выбери пункт Material. В названии материала обычно используют аббревиатуру, большая буква M на латинице, нижнее подчеркивание и название твоего материала. Я назову этот материал M подчеркивание материал Practicale. Далее щелкаем два раза на материал и открываем рабочее пространство. Вы могли уже видеть его в разных уроках или картинках, где все казалось запутанным и непонятным. Такую систему называют ноды. В этом окне ты можешь увидеть свой финальный результат материала. Сейчас материал черный, потому что мы не применили никаких свойств, чтобы он изменился. Давай попробуем это сделать. Снизу ты можешь увидеть свойства материала. Когда выбрана основная нода материала, на панели Details отображаются глобальные свойства и настройки материала. Три из этих параметров особенно важны в начале процесса создания материала, поскольку они формируют базовую основу материала и определяют то, как его можно использовать. Теперь давайте разберемся, что же включает в себя основная нода материала. На ней ты можешь увидеть уже знакомые тебе параметры, если ты работал в других программах 3D. У нас есть базовый цвет, металлик, спекуляр, рофнес, эмиссив, нормали и айо. Справа на окне ты можешь нажать на вкладку и увидеть множество разных нод и параметров для создания материалов. Не стоит этого пугаться, мне все так страшно. Сейчас я покажу наиболее популярные ноды, которые используют для создания материалов. Пишем в поиске Constant и видим, что постоянная величина имеет ряд разновидностей. Я выберу сейчас простую ноду постоянного числа и перетащу ее на рабочую область. Таким же образом вытащим все остальные постоянные, которые у нас есть. Отлично. Есть еще один способ вызова меню с нодами и параметрами. Нажатие в любой пустой области правой клавиши мыши. Давай возьмем ноду постоянного числа и подключим ее в выходной параметр Base Color. Ничего не произошло. Нажимаем на постоянную и в окне свойств видим значение 0, которое можно менять. Поставим 0,5 и видим, что материал стал светлее. Также менять этот параметр можно зажатием в этом поле правой клавиши мыши и введением вправо или влево. Сейчас я сделаю материал более светлым, в обратную сторону он, материал, становится темнее. Нода Constant материала хранит единственное постоянное значение с плавающей точкой. Поскольку это константа, значит это значение не изменяется после компиляции материала. Область значения у нее от 0 до 1, где 0 это черная, а единица белая. Теперь давай выберем вот эту ноду, где видим три значения. В окне свойств этой ноды можно увидеть три разных параметра, которые можно изменить. Это три канала RGB. Если я начну менять значение в красном канале, то материал начнет становиться красным. Начну менять значение в зеленом, то материал будет желтеть. Поменяв значение в синем канале, константа примет более белый оттенок. Теперь давайте подключим ее в параметр основного цвета материала. Отлично! Еще один способ задавать цвет, это два раза нажать левой клавишей мыши на это поле с цветом. Теперь можно изменить цвет на более тонком уровне. Сейчас я выберу голубой оттенок, нажму ОК и материал поменял цвет на голубой. Также можно сохранить цвет, который ты выбрал. Для этого необходимо зажать и перетащить этот цвет вот сюда. Отлично! Теперь, нажимая на это поле, ты будешь сбрасывать цвет материала до сохраненного. Чтобы материал заработал, его нужно скомпилировать. Для этого нажимаем эту кнопку и материал будет готов к работе. Теперь давай перейдем в наш уровень и создадим самый обычный куб. Перейдем в контент брауза и зажимая левую клавишу мышки, перетащим материал на куб. Отлично! У этого куба есть наш материал. Если я хочу внести изменения в материал, то я возвращаюсь и меняю цвет. Но цвет материала на кубе не изменится. Все дело в том, что после внесенных тобой изменений, нужно их применить. Для этого материал нужно снова скомпилировать. Теперь цвет материала на кубе поменяется. Супер! На этом я хочу закончить вступительную часть нашего цикла уроков по изучению и созданию материалов в Unreal Engine 5.1. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк. Если у тебя остались вопросы, напиши их в комментариях и в следующих уроках я постараюсь на них ответить. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие уроки и другой полезный контент про Unreal Engine 5.1.